Итак, друзья, мы продолжаем нашу программу, как я вам обещала, в нашей студии руководитель оперативно-спасательного отряда Арынбасар Кунмалбетович и заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда Рауан Раушанович. Здравствуйте. Спасибо большое, что сегодня этим ранним утром вы вместе с нами встречаете этот день, это солнечное утро, наконец-то весеннее. Расскажите, я знаю, что вы сегодня к нам пришли с особым специальным докладом. Поделитесь. Спасибо. Ну, вы знаете, мы у нас в департаменте ПАЧС города Чингкента, есть отдел, отделение, можно сказать, оперативно-спасательный отряд, который занимается проведением аварийно-спасательных работ и погодно-поисковых и водолазных поисковых работ. Помимо этого, мы занимаемся открыванием дивидий, оказываем при различных ситуациях дороже транспортных происшествий многочисленное оказание помощи населению. Помимо этого, мы еще проводим профилактические мероприятия по предупреждению через население, по разным технологиям, природным характерам. И принимаем участие еще в обучении людей на воде. Ну, если целом рассказать король, то... И все это делаете вы? Кроме вас это никто не делает, да, у нас? Ну, оперативно-спасательная задача, оперативно-спасательного отряда именно этим и занимается задачей. Это все служба спасателей, да? Да. Служба спасателей, да. Мы проводим аварийно-спасательную работу и поисковую, подводную поисковую работу. А профилактические мероприятия в период купального сезона уже проводятся? Да, у нас, например, в школах мы проводим, через средства массовой информации мы все время. Помимо этого, мы еще, агитации проводятся по противопожарной безопасности. И еще, например, сейчас много часто, например, дети попадают из окон. Мы стараемся все охватить. И еще профилактические мероприятия, еще в горах безопасные. А вот на сегодняшний момент все дети находятся дома. Мы понимаем, да, что сейчас ситуация не из простых. Как вы на сегодняшний день с этим справляетесь? Как вы проводите эту агитацию? Ну, в данный момент, конечно, это немножко тяжеловато, но кроме нас еще есть... Ситуация не из простых, да? Да. Вы понимаете? Кроме нас еще есть отделы департамента районов, через средства массовой информации, через газеты и через Фейсбук, ВКонтакте, через этот источник мы передаем. Соцсети, да? А так, допустим, как вот раньше вы, наверное, все-таки ходили по школам, по детсадам, да? По учреждениям, сейчас так не проводите, да? Именно мы так не проводим. Вот я говорю, недавно проводили районы управления городской ЧАЭС, они в онлайн-режиме через директоров школ проводили онлайн-режиме, ну, предупреждения, вот, наводить. Ну, все, стараемся охватить всю безопасность, природную и техновенную честь, природную технику. Так. Получается, вы это все можете передать только через руководство, да? Непосредственно к детям, до детей донести нельзя? Ну, в данный момент онлайн же все. Только онлайн, да? Да, данный момент. А так, до этого, конечно, проводили брифинги, разные конкурсы, семинары. Непосредственно с детьми был контакт у вас? Да. Да? Проводились также конкурсы в школах? Да, проводили еще не только с детьми, но, например, на берегах, на школах, где рыбаки, например, рыбачек. Рыбакам тоже действительно работы, да? Ну, отдыхающим. Им, скажите, особенно отдыхающим и рыбакам, да? Ну, стараемся в тех местах, где массовое накопление людей, в тех местах тоже стараемся, не забываем. В этом году проводились, да, уже эти мероприятия? Потому что сезон рыбалки и охоты же еще не открыт, если я не ошибаюсь, или уже? Ну, сейчас данный момент... Сейчас все работы прекращены уже, знаете, с пандемией. Все работы прекращены уже, знаете, с пандемией. Все работы прекращены, поэтому... Да. Все закрылись. Роман Раушанович, добавите? Добавлю, да. Можно сейчас, по нынешней ситуации, все знаете, да, можно отнестись вот к этой работе, профилактической работе, можно до 13 марта и после 13 марта, да, как бы. Ограничений нет, да? До 13 марта, пока президент не ввел черченое положение, да, начиная с Астаны, там Алматы и дальше в городе Шимкенте, мы проводили в школах, я скажу, в марте месяца, 1 марта, день ГО, мы ездили в 8-ю школу, знаете, как я говорю. И там организовывается всеми отделами департамента города Шимкент, все отделы, это отдел пожаротушения, мы, спасатели и другие там по медицинской части, Центр медицинских конструкторов, ездили в 8-ю школу на проведение интерактивного урока. Интересно, да. Интерактивный урок, они охватывают все школы, все школы, там присутствуют все, я сейчас скажу, если не ошибюсь, 86 школ, по-моему, участвовали в 6-й школах. Одновременно, да? Да, одновременно, в онлайн-режиме. Вот это хорошая вещь. А вопросы? Как с вопросами? Как вы объясняете, да, например, пожарные объясняют, как пользоваться. Ученики могли задавать вопросы? Да, и присутствовали тоже. Отлично. Ученики в самой этой 8-й школе присутствовали, и они задают вопросы интересующие. Вот объясняли, наши сотрудники объясняли, как простые элементарные меры безопасности в горах, меры безопасности на водоемах. Например, у нас... Самые основные, вот сейчас потепление, весна, да. Вот мы, регион такой является горный, массивный, да, у нас много, и воды много, водоемов много. Люди, тем более у нас рано, весна настоит, и все любят отдыхать, и туристы будут очень мало, очень много, да. И вот, если где-то там на севере настоит купальный сезон, где-то в мае месяце, у нас в марте уже все начинается. Да, да. И заранее, мы тоже начинаем практическую работу заранее, и объясняем всем. Вот, например, все выходят в горы у нас, много отдыхающих на горах, и они забывают элементарные меры безопасности. Брать с собой там, например, спички, да, элементарные спички. Элементарные, что нужно взять, скажите. Вдруг человек остался где-то, он не смог спуститься, это не одно... Потерялся случайно, да? Да, много случалось такое. Потерялся, он элементарно мог погреться, там, разжечь огонь. Телефон, наверное, да? Телефон обязательно, да. И то с запасными батареями, там, с зарядным устройством, вот это, чтобы... И один, чтобы не ходил. Вот, бывает, у нас любят люди... Люди любят одиночество. Да, да, да. Побыть одному, да, и что еще лучше на природе? И с собой взять кое-какие там, например, консервные продукты питания, которые, например, вдруг, если он останется на день, на два, там, в горах, пока он сообщит спасателям, чтобы он мог прожить, да, эти дни. Были случаи? Конечно, были. Допустим, с Нового года? А, нет, в этом году не было. В этом году не было, да? Мы один раз искали трех наших старых альпинистов, бывших альпинистов города Шимпинка. Да, даже опытных, да? Да, опытных, они полезли со стороны Ахсу-Джабаглы и потерялись. Один вылез и сообщил нам, мы на шестой день их нашли. Они все потерялись? Нет. Или они все, они вместе потерялись? Да, трое остались, один вышел. А почему-то не остались? Более молодой вышел. Одна женщина ногу поломала, другой старый, они в таком месте оказались, что не смогли выйти. Один более молодой вышел, сообщили, ну, и мы поехали. Вот на шестой день мы их нашли. Вот они шесть дней своими запасами, вот эти семьи, которые, я сказал, принадлежатся, выжили. Они продержались там. Продержались, как бы. Ну, такой случай, это хорошо? Это опытные были туристы, а есть же неопытные, просто выходят люди неподготовленные. Мы предупреждаем их, говорим перед тем, что надо какие-то инструкции пройти, хоть какие-то. Все-таки нельзя относиться? Да, на водоемах, на водоемах. Вот родители ходят с детьми отдыхать, и бывают, иногда забывают, да, про детей, там, те спиртные напитки с собой. Ну, отдыхают люди, да. Да, тоже объясняем, говорим, надо всегда следить за детьми, всегда, каждую минуту, можно сказать. Это же дети, они... Тут вы уже разъяснительные работы проводите только с родителями, уже не с детьми, да? Нет, мы ходим в школу. А правила техники безопасности, как вести себя детям на воде? Тоже проводите, да, разъяснительные работы? Ну, в первую очередь, знаете, тоже основная причина, это... Вот нас сейчас, большинство, скорее всего, детей смотрят, потому что все дома. Все дома, все телевизор смотрят. Да, вот я хочу, чтобы вы это озвучили. Как им вести себя на воде? Вот, можно сказать, первое правило, да? Первое правило, да. Детям категорически запрещается одним ходить на водоемы, на любые. Так. На любые. Где разрешен купаться, где не разрешен, одним. Всем надо быть рядом с взрослыми или с родителями. Допустим, ребенок один оказался около водоема. Это уже нарушение, как элементарно, правил. Это ребенок один оказался, это уже, предупреждаем родители, они уже нарушают правила. Нельзя, чтобы ребенок один оказался. Если ребенок в воде оказался. В воде оказался, если у него умение есть плавать, да, ребенок выплывет, как бы. А если он не умеет, ему надо ближе к берегу, ну, плыть ближе к берегу, не стараться, чтобы, например, водоем является, например, речка, там, канал, да? Ребенок должен подплывать к берегу. Не паниковать. Не паниковать взрослых, конечно. Ну, в таких случаях сложно рассказывать, конечно. Сложно рассказывать. В разных случаях. Я понимаю, да. Ну, лучше это еще, лучше это проговорить, чем потом руками развести, так же? Вы же, тем более сейчас у нас впереди купальный сезон. Купальный сезон, да. Уже не за горами, уже солнце начинает потихонечку пригревать, на улице уже хорошо, тепло и солнечно. И мне кажется, все-таки нужно еще раз и еще раз проговаривать эти моменты, эти вот такие серьезные. Так же? Да, согласна. Конечно, мы стараемся все объяснить, но и даже вот основные причины же на воде, вот, оставление детей без присмотра. Потом купание в погогольном состоянии. Потом несоблюдение элементарных правил техники безопасности на воде, например. Да, элементарные. Да, даже если возьмем рыбаков, они без жилета купаются, без кругов. Ну, потом неположенном месте купаются. Ну, если, множество причин же. Иногда ныряют, например, не знают, куда удариться может, порезаться может. У нас вообще в городе Шемкент много разрешенных мест, где можно плавать? Ну, разрешенные места, как бы, у нас частный бассейн. И потом у нас сам... А, допустим, в пойме реки? Нет, нет, это все запрещенные места. Это все запрещенные, да? Да, мы стараемся в этих местах, ну, все места, стараемся охватить и вставляем табличку, здесь запрещено купаться. Здесь вот так табличку ставим. Ну, у нас, в данный момент, наше спасательное подразделение, одно подразделение, имеется толстого, допустим, и помимо этого летнего периода мы стараемся, ну, всем людям объясняем, что нельзя купаться. Здесь запрещено, но все равно люди-то идут, поэтому у нас передвижные посты, посты и еще стараемся. Патрулируют они, да, передвижные посты. Ну, всех людей мы не можем охватить, тем более сейчас данный момент наш отряд, наш отряд обслуживает еще и Туркестанскую область. Вы знаете, к сожалению, наше время подошло к концу. Я хочу поблагодарить вас и подарить нашу газету «Рабат». Читайте нашу газету «Рабат», будьте в курсе всех самых последних новостей. Спасибо большое. Мы тоже хотим вам дать памятки, например, о преднуждении мер безопасности на водоемах, памятки о правилах нахождения на объектах транспорта детей. Мы думаем, они тоже вам понадобятся. Да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Итак, друзья, ну а вы не переключайтесь, все самое интересное впереди. Спасибо. 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 Спасибо.